Всем привет, мои маленькие любители видеокарт! Сегодня у нас поистине вкуснятина на обзоре, а именно KFA2 RTX 3090 HOF Extreme. Карточка, конечно, пришла в нерабочем состоянии, поэтому на температуру мы с вами, к сожалению, не сможем посмотреть. Но сам факт, что эту карту я в руках держу впервые. Много у меня спрашивают либо за этот вариант, либо за Colorful Vulcan, но и Vulcan пока что у меня в руках топового не было. Но так или иначе, давайте смотреть, чем же нас здесь удивит KFA2, кроме белого исполнения. Здесь у нас белый реально практически все. Даня даже сидел рядом и говорил, было бы еще прикольно, если бы чипы памяти были белые заказать, как на заводе. Но да ладно. Первое, что нас встречает, разумеет, здесь это бэкплейт. Здесь он выполнен с такой интересной перфорацией. Сразу хочу сказать на ощупь, это просто пушка, я не знаю. Эту карту как минимум приятно гладить, даже если она вдруг у вас окажется тоже нерабочей. При этом при всем вот такие решения немножко смущают. То есть термосопли использовать на столь дорогом решении, блин, неужели нельзя было сделать красивее? Но так как это с обратной стороны, видимо здесь немножечко вот так вот упростили вариант. При этом при всем бэкплейт у нас либо алюминий, либо силу минус. Но при этом при всем более чем уверен, что его недостаточно для охлаждения памяти с обратной стороны. Так как у нас карта была под пломбой, то термоинтерфейс здесь тоже родной. И сразу хочу сказать, как по мне, он не лучшего качества. То есть как я делаю подобные выводы? В первую очередь по его структуре, то есть он больше похож на какую-то такую терморезину и количество силикона, которое, ну потом посмотрим, вокруг чипов тоже говорит о том, что ну что-то как-то можно было бы наверняка и получше сделать. Ну да ладно, давайте посмотрим на саму плату. Действительно, это, пожалуй, одна из самых красивых плат, карт, которых я вообще наблюдал за последнее время. Конечно же здесь есть вот такие вот новшества типа 8-пиновых коннекторов у нас в такой металлизации. Уж не знаю для чего, но скорее всего для того, чтобы было дорого-богато. Потому что уж и родные без этой металлизации более чем нормально ходят и живут, сколько бы раз вы там не втыкали доп. питания. Но зато есть. Предохранители не завезли, то есть металлизации у нас на 8-пиновых коннекторах есть, а вот предохранители что-то как-то решили не ставить. При этом здесь достаточно много всяких разных микрух, которые я хрен знает за что отвечают. Ну точнее как, понятно по их расположению, что они отвечают в том числе за какие-то дополнительные кулера, либо опции, связанные с вертушками. Но опять же, такие ставятся только вот на всевозможные HOV-2, Ох, вот их все, HOV-2, KFA-2 на версии HOV, по крайней мере похожие были на 10-й даже линейке, которая у меня также на ремонте уже бывала. По компонентной базе. Ну, шим-контроллеры здесь стоят не обычные UP, точнее как. У нас стоят здесь Infineon'ы, XDPE10281B на MS-VDD и на NV-VDD, соответственно. Они идут с прошивками, насчет того, в каком режиме они работают, нашел информацию, что они восьмифазные. То есть, вполне себе возможно, что здесь тот же MOV, как и в обычных UP9512R, P и 9511R, применяется на 30-й линейке. То есть, про то, что я недавно говорил в том числе, когда один PWM идет сразу на две фазы. С другой стороны, опять же, полноценного даташита я не нарыл на них, может быть они здесь 10-фазные, допустим, и без вот этих вот извращенств. На память у нас 9512R идет, соответственно. По DRMOS, опять же, здесь достаточно странная такая солянка. Во-первых, у нас идут стандартные AUZ на питальнике видеопамяти, а вот на MS-VDD и NV-VDD здесь идут уже EOR, вот эти прямоугольные, которые с нормальным током и которые крайне редко стреляют. Ну, опять же, по крайней мере, по моей статистике. По карточке, что с ней случилось? С ней случилось неприятно, а именно пробило GPU по 1.8 и по PCI-Express сразу. Точнее, скорее всего, по 1.8, а PCI-Express, видимо, как-то залетела. Либо же, как обычно это бывает, Razer не той стороной воткнули. Ну, а в любом случае, здесь требуется замена видеочипа, это 100%, а вот видеопамять неизвестна. Потому что частенько бывает, что если прилетает на 1.8, так как у нас 1.8 является опорным питанием для видеопамяти, изменяешь GPU, а потом еще окажется, что все 24 чипа видеопамяти тоже вылетели. Короче, ситуация крайне неприятная. Но здесь, с вероятностью, ну, 90%, скорее всего, виноват сам пользователь. То есть, что-то, ну, не так, грубо говоря, сделал. Потому что так просто вот эти карты по 1.8, ну, крайне-крайне редко вылетают. Что еще? Из приятных таких вот вещей, скорее, для ремонтника. Да, здесь подписаны и выведены все контрольные точки, всех питаний. Опять же, ну, я думаю, что это для всевозможных оверклокеров сделано. Но в ремонте это тоже штукенция достаточно часто помогает. Особенно, так скажем, проще работать с этой картой новичкам, если вы понимаете, о чем я. С обратной стороны, опять же, более-менее голый текстолит. То есть, здесь сильно чего-то такого особенного, я сказать, не могу. Опять же, ну, здесь у нас вольт-монитор 56-50 торчит. Их здесь две штуки, разумеется. Да и, собственно, то все. Компоновка и, в принципе, разводка, она более-менее привычна глазу для большинства 30-90. Ну, и, собственно, здесь еще вперемешку, кстати, танталы и керамика в таком прям, не знаю, как-то бросается в глаза, по крайней мере. Отдельно, кстати говоря, охлаждается пластиной. Выглядит добротно. Но, опять же, надежность, я бы сказал, чуть может быть похуже, чем если бы здесь стояли обычные UP без прошивки. Вот насчет этих двух сволочей. Поэтому имейте в виду. Да, совсем забыл. Здесь еще есть вот такая вот штукенция, которая у нас, в принципе, знаете, такой фирменный вариант у КФА-2. То есть это переключалка BIOS, по сути. Также здесь есть еще один переключатель. И я так понимаю, что он за RGB подсветочку отвечает. Ну, и, собственно, то и все. Давайте посмотрим, что у нас по охладу. Потому что вот эта скотина, наверное, самая жирная скотина из всех, которые я видел. Он... Вот в этот раз я, наверное, не совру, если скажу, что он весит 2 кг. Потому что, действительно, это, пожалуй, даже у Суприма легче. Термотрубки здесь просто толщиной в мою голову. И они все здесь... Все, что только можно припаять, здесь припаяно. Вкупе к этому ко всему, не знаю, будет ли вам видно. Там еще вон теплотрубки. То есть они тут как-то в... А, нет-нет-нет, вру. Это усик от испарительной камеры. Я уже думал, что здесь два ряда сейчас теплотрубок будет. То есть у нас здесь испарительная камера. Потом все это дело на огромной пластине припаяно к теплотрубкам. Которые, в свою очередь, припаяны к ребрам. Короче, ну, действительно, фул жир, фарш, тут ничего не скажешь. Опять же, вот этот вариант, я считаю, будет гораздо... Ну, блин, не можем протестить. Но будет гораздо лучше, чем то, что, допустим, похожее решение. Именно вот по таким ребрам, да, дополнительной пластине, которая охлаждает видеопамять и часть VRM'а. Есть, допустим, на таких знаменитых видеокартах, как Palit Game Rock. Но там это выполнено весьма настолько колхозно, потому что там через переходные термопрокладки, короче, блин. Хорошая идея, но вот именно здесь она реализована правильно, по крайней мере. Опять же, и VRM, и прочее видно, что все охлаждается. Все охлаждается. Все, что только можно здесь охладить, здесь охлаждается, так или иначе. Причем, ну да, здесь еще сами дросселя через, правда, толстеную термопрокладку в этом и в этом месте охлаждается. Но, блин, куда же деваться. В любом случае, радиатор просто огроменный. Это все, что можно про него сказать. Похожая, наверное, еще компоновка, хочу заметить, на Aorus'ах. То есть там тоже испарительные камеры. Но сразу хочу сказать, что там охлад легче, по ощущениям, опять же. По кулерам. Но по вот этим вот кулерам не могу сказать, что они сверх какие-то супернадежные. Почему? Потому что все карточки, по крайней мере, на прошлой версии HOF, в 10-й и даже 20-й линейке, которые у меня были, постоянно приходили с шелестящими кулерами. И даже здесь сейчас можно, я думаю, видеть, что вот я еле-еле качаю, а у него люфт прям такой нехилый. Насколько долго они проходят, тут я не могу сказать. Но конкретно, может быть, здесь используется другая какая-то компоновка или версия. Но вот предыдущие все, они все с шелестом приходили, по крайней мере. Ну и термопрокладки с этой стороны на видеопамяти вот здесь уже больше похожи на правду. То есть здесь отличаются от тех, которые с обратной стороны. То есть они здесь именно вот такие пастообразные. Причем видно, что они, правда, все уже высохшие нафиг. Ну вот. А вот это терморезина прям такая откровенная, которая и с обратной стороны на памяти используется. Точно такая же. Вот что можно сказать в итоге-то? Ну, карта огонь. Пушка, бомба. Только она сдохла, конечно. Это неприятный факт, с которым придется мириться. Но взял бы я такую себе карту. Вот 3080Ti, наверное, я бы такую взял. Потому что, опять же, вот там охлад этот, мне кажется, мог раскрыться на 100%. Потому что, опять же, во всех 30-90 Ахиллесово питает, а чипы с обратной стороны платы, которые ничем не охлаждаются фактически здесь. Плюс-минус то же самое. То есть, опять же, версия 3080-3080Ti, если подобное вообще существует, кстати говоря, потому что я не гуглил. Мне кажется, это просто условно вечная карта. Если ее не тыкать постоянно из компа в комп, пробивая GPU, то, блин, вариант просто экстра классный. Ждем, конечно же, вулкан. Посравниваем, так скажем, насколько там все будет годно. Из таких моментов, которые немножечко удручают и смущают, почему здесь гребаные АУЗ стоят дермосы по питальнику видеопамяти. То есть, сразу хочу сказать, что эти дермосы весьма-весьма ломучие. То есть, их пробивает постоянно, и, пожалуй, наверное, на сегодняшний день процентов 20, даже, наверное, 25 карточек 30-й линейки, которые идут, это тупо с пробитыми дермосами. Именно этими АУЗ. И где он стрельнет? На МСВДД, на НВВДД или на питальники видеопамяти? Никогда не знаешь. В данном случае, МСВДД и НВВД, которые, даже если пробиваются, выживают, как правило, то есть, ГПУ выживает, здесь у нас нормальный дермосы поставили. А на питальник видеопамяти, который пробитие не терпит с отсутствующими предохранителями, да, здесь поставили эти гребаные АУЗ. Ну, не знаю. Но, в любом случае, с учетом того, что это первая карта, это, возможно, некий показатель надежности. Хотя, блин, хотелось бы увидеть некий рейтинг продаж вообще, насколько много этих карточек было продано. Я бы поставил, наверное, 5 из 5 даже. Да. Потому что, хоть здесь и нет предов, но карта действительно заслуживает внимания, и она стоит просто-напросто своих денег. Предохранители компенсируются хорошим блоком питания, чтобы не было у вас прогара. А насчет того, что если пробьет дермос с питальником видеопамяти, вам ни один предохранитель не поможет и не спасет от того, что у вас ГПУ и память отъедут в мир иной. Поэтому, вот как-то так, дорогие друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Купили бы вы себе такую карту, если бы она стоила, скажем, 25 тысяч рублей. А на этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok